Приветствую вас. Вы знаете, первое, на что я должен обратить ваше внимание, это, наверное, на то, что, собственно, вы не пытались никак эту проблему обсудить. Например, с мужем, например, собственно, со свекровью, вот. То есть нет такого ощущения, что вы делали вообще что-то, чтобы понять, собственно, что происходит. Вот. То есть, ну, не в простых же подобная ситуация возникла, и я думаю, что с игрой, вы знаете, не первый день, вот, и, наверное, не первый год, и когда-то вы с ней общались, а сейчас у меня остается такое ощущение, что вы с ней вообще общаться перестали от слова совсем. Понимаете? И вряд ли, вряд ли подобное возникло, вот, вдруг внезапно. Мне кажется, что у этого есть причины, у этого должны быть причины, и, как бы, ну, мы эти причины не знаем, не знаем, мы их не знаем, эти причины, но то, что они есть, это совершенно очевидно. Вот. Поэтому нужно сначала разобраться в этих самых причинах, вот. Может быть, может быть, обиделось, может быть, этот свекровь, может быть. Я знаю, что вы, ну, я знаю, что вы не, что вы не специально, что вы не хотели ее обидеть, вот, но вполне может быть, что с игроком обиделось. Вы могли бы, например, подумать, что ее обидело, и, извините перед ней, хотя бы таким образом, дайте шанс пойти вам в норстрич. Вот. Это первое. Первое в этой ситуации, это то, что вы делали непосредственно для решения проблем. Не делали, делали, делали ли что-то. Я в таком ощущении не возникло, что вы что-то делали для решения проблематики. Следующее. Следующее, на что я бы хотел обратить ваше внимание. Вы говорите, что меня игнорируют. Мне очень неприятно и обидно. Чем? Ну вот, как конкретно вас это задевало? Давайте постараемся разобраться в ваших чувствах. Это важно. Какой вы себя чувствуете в этой ситуации. Например, вы можете чувствовать себя пустым местом. Например, вы можете ощущать себя ненужным, ощущать себя лишним. Вот. Проблематика она такая, но в этом проблема. Ну, ваша. Или может быть в чем-то еще. И давайте вот это поисследуем. Этот момент постараемся поисследовать. Постараемся поисследовать и определить, как именно и конкретно вас задевает. Что вы можете закрыть. Вот. И это так, если вы не хотите. Что вы будете, я думаю, вы можете видеть. Для того, как вы попробуете. А так это так, если вам нужно выполнить. Ваш муж об этом. Или может быть он не говорит ничего. Вот в принципе такая вот история. А если будут разобраны ваши противоречия, ваши конфликты внутренние, то это поможет вам скорректировать свое поведение и научиться реагировать так, чтобы у вас это не сделала. Ладно, ну и вести себя вы будете несколько иным способом, да? Так, чтобы вот у сугроби не было такого, ну не чтобы такое победение ей ничего не давало, потому что сейчас оно ей дает что-то. Вот. Ну повторюсь, я повторюсь, что шип... Шиппание под дыма без огня не бывает. Отсчитаю, что какой-то конфликт, вероятно, с тобой имеет место быть. Просто нужно этот конфликт выявить, а вы же по вашему описанию никак его не выделяете, никак его не акцентируете на нём своё внимание, а это очень и очень важно, потому что, как бы, ну, с этого, собственно, всё раз и началось. Началось с того, чтобы началось с конфликтом, как бы, вот. Потому так важно поисследовать данную ситуацию. Так важно поисследовать то, как вы взаимодействуете друг с другом. Вот. Понимаете? Какая штука. Вот. Ну, этого можно, конечно, в принципе, не делать, но тогда шансы разобраться с вашей проблематикой вам достаточно низкие будут. Вот. Вот такой ответ. Глобально, мне кажется, проблем в том, что игрок ощущает вашу неуверенность в себе, чувствует, что вы не уверены. И, значит, ну, как бы, ведет себя именно по этому, старый вес вашему облаку. Если вы будете более уверены в себе, то и она будет вести себя по другу, скорее всего. Это не исключено, конечно, и то, что, ну, ничего не изменится, не исключено, безусловно. Потому что, ну, разные есть варианты. В любом случае, рассчитываю, но не на то, чтобы не пытаться ее изменить, как очень правильно заметил мой коллега Кудрыщев-Кудрыщев Игорь Леонидович. Вот. Может быть, у вас есть на самом деле проблема с родителями, ну, вашими родителями. И тогда нужно, как бы, исследовать этот момент. Но, без всякого сомнения, что нужно сделать, это вам прежде чем как-либо себя вести, прежде чем прекращать какую-либо ситуацию. Имеет смысл сперва разобраться в себе. А то можно, иначе можно ситуацию, в принципе, загубить, сделать ее еще хуже, сделать ее еще более конфликтной. Я думаю, что вы этого не хотите. Вот. Вот, в принципе, то, что я могу вам сказать на данный момент. Что ж, на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего доброго. Спасибо.